приходит время когда каждый из нас мы начинаем мыслить по-новому мы начинаем приносить жертвы с верой мы начинаем делать подвиги мы меняем свою жизнь мы оставляем всякое беззаконие всякий грех и мы освещаем себя для нашего господа дух святой сегодня трудится для того чтобы его народ был благословенным сегодня я хочу сказать тебе ничего нет лучше присутствия божьего ничего нет лучше того когда он совершает свою работу в твоей жизни дай богу сегодня возможность совершить чудеса внутри тебя в твоем сердце начни сегодня уделять ему время начни сегодня пребывать слове начни сегодня служить так чтобы твое служение почтил сам бог писание говорит нам что когда придет господин и увидит тебя служащим то там говорится это евангелие от луки он припаяшется и начнет служить тебе знаешь ты нуждаешься в служении господа ты нуждаешься потому что только он может изменить тебя только он может дать победу тебе только он может изменить вы финансовую ситуацию только он может изменить твою семейную ситуацию только он Он может изменить твое настоящее и твое будущее. Он дает будущность и надежду. Поэтому делай все, чтобы Его присутствие покрыло твою жизнь. Живущий под кровом Всевышнего, то есть под покровительством Божьему. Под сенью, то есть тенью всемогущего покоится. То есть Он не нервничает, Он не переживает, Он отдыхает. Помни, покровительство Божье, оно покрывает тебя, оно над тобой. Потому что ты в своей немощи бессилен. Ты бы уже пропал, ты бы уже был полностью разбит, разрушен и выброшен. Дьявол бы тебя растоптал, но Бог сохранил тебя. И даже если ты внутри кажется разбит, разрушен, Бог силен собрать этот разбитый сосуд. По самым маленьким осколочкам собрать. Он силен восстановить тебя. Делай все возможное. Всегда помни одну вещь, которую я скажу тебе. Борись, и Бог будет с тобой. Я благословляю тебя, мой друг. Милость Божья пусть покроет твою жизнь. Живучий под кровом Всевышнего, под Синью Всемогущего, покоится. Аллилуйя. Эмэн. 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 Эмэн.